Психика человека, перестроенная под потребности боя, часто оказывается неприспособленной к мирным ситуациям. Вернувшиеся бойцы борются со страшными воспоминаниями, с накопленным стрессом. Что такое ПТСР? Как вернувшимся с СВО адаптироваться к мирной жизни, а их женам справиться с тревогой? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору», знакомьтесь, дежурный врач нашей скорой психиатрической телевизионной помощи Инесса Шаймулина, медицинский психолог городской поликлиники номер 3. Здравствуйте. Я уже вначале сказала, что сегодня мы будем говорить о помощи вернувшимся с СВО, о помощи их семьям. Но прежде всего, наверное, хотелось бы понять с точки зрения психолога, что значит пройти горячую точку? С точки зрения психолога пройти горячую точку — это значит побывать в тех психотравмирующих событиях, последствия от которых будут либо сразу, либо отсроченные. Но их всё же, к сожалению, не избежать. В какой-то той или иной степени, по степени выраженности, всё же не избежать. Поэтому мы, конечно, с ними должны работать. После краткого такого вступления напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Если у вас есть вопросы к доктору, к нам в студию можно позвонить и получить ответы. Мы в жизни часто слышим, сегодня особенно часто, выражение «работа с травмой». Ну, конечно же, боевые действия — это травма, это понятно. Но вот как именно она воздействует на человека и какие опасные отдалённые последствия может нести в себе? Боевая травма или, по-другому, боевая психическая травма, раз уж мы говорим с медицинским психологом, влечёт за собой, если кратко, то социальную и психическую дезадаптацию. Вот скорее это вот то страшное, что может произойти с человеком. И на всех этапах возвращения человека с боевых действий необходима ему и соматическая помощь, и психическая, ну, психологическая, скорее, помощь. И, конечно, за это берутся врачи всех-всех-всех направленностей. Начинают от чисткового терапевта, заканчивая медицинским психологом и даже иногда психиатром. Вот мы когда разбираем здесь какие-либо заболевания по профилю доктора, мы очень часто выясняем, кто входит в группу риска по данному заболеванию. Вот если я вас правильно поняла, то все пережившие такой боевой опыт, они все в группе риска. То есть нет человека, который вернулся, ну и всё, забыл. В группе риска, конечно, все. Но мы говорим о сочетаемости факторов. Их несколько. Например, если человек был более или менее... Нет. Если человек был хорошо адаптирован ещё до описываемых нами событий, конечно, у него и потенциал восстановиться после много выше, чем у человека с низким интеллектом, низким социальным статусом, социально-экономическим статусом. Особенно люди, перенесшие уже когда-то психическую травму, не обязательно в виде... Боевых действий. Да, в виде боевых действий. Конечно, это всё влечёт за собой последствия. К тому же, если у человека сформированы хорошие, скажем, взрослые способы совладания со стрессом, устойчивость психическая, тут очень много факторов. Вот мы всё-таки говорим о их сочетаемости. Конечно, если он взрослый, если он устойчивый эмоционально, и травмы, вот как такового отсроченного влияния может и не быть. Таких последствий может не быть. Ну, то есть помощь человеку требуется не потому, что с ним что-то не так, а именно от того, что вот он пережил, ну, нечто такое, выходящее за рамки обычного человеческого опыта. Правильно? Конечно, конечно, абсолютно верно. Не с человеком что-то не так, а именно, не хочется говорить, что с миром что-то не так, конечно. Да, не с человеком что-то не так, а с ним что-то страшное, ужасное произошло, и поэтому ему сейчас приходится что-то с этим делать. Я так подробно вас об этом выспрашиваю, для того, чтобы было понятно, что в такую ситуацию, в такой помощи может нуждаться любой человек, и не нужно думать, что это что-то такое постыдное и сверхъестественное. Конечно. Ещё раз напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Тема сегодня очень важная, и мы ни разу не поднимали её в нашем эфире. А в гостях в программе «Звоните доктору» находится сегодня медицинский психолог городской поликлиники номер 3 Инесса Шаймулина. Итак, надо ещё, наверное, сказать о том, что наше правительство, президент, очень заинтересованы в том, чтобы ребята, вернувшиеся с СВО, получили вот эту самую помощь. И именно поэтому сейчас почти в каждом медицинском учреждении открыты психологические кабинеты, в которые можно... Да, да, да. Вы в первую очередь, наверное, говорите о соматических клиниках, то есть соматическая поликлиника, куда люди приходят к участковому терапию. То есть не надо долго искать, собственно, вот она по месту жительства. Да, да, да. Кабинеты оказания медико-психологической помощи открыты по приказу президента с 1 июля 2023 года. Ну, скоро уже почти год. Да, уже почти год. Наш кабинет в поликлинике номер 3 хорошо оснащён. Собственно, я полагаю, что все кабинеты хорошо оснащены, но и всё, как полагается, по приказу. Очень удобно. И это здорово. И комфортно. Конечно, это здорово. Самая распространённая, самая, наверное, часто встречающаяся проблема, вот как раз тех, кто вернулся со СВО, вот этот самый пресловутый ПТСР, о котором мы начали говорить, и аббревиатура, наверное, никому не понятная. Давайте начнём сначала с определения понятий, что такое ПТСР. Давайте. ПТСР расшифровывается как посттравматическое стрессовое расстройство. По МКБ-10 это международный классификатор болезни. Сейчас уже вообще-то пересмотр 11 у нас существует, но его пока еще не опубликовали. В любом случае. Это расстройство психической и социальной адаптации, возникающее, ну скажем, отставленно. То есть по прошествии двух, шести недель, от нескольких недель до шести месяцев, вот все эти симптомы развиваются. То есть человек уже давно не находится... В зоне боевых действий. Да, в зоне боевых действий. Он уже вернулся на родину, он уже уволен, и вроде пока никуда не собирается. Вот он сообщил родственникам, что я здесь встречайте. И вот через две недели, или там через три месяца, начинается... Что-то не то. Что-то не то. Вот как раз что-то не то и начинается. Те самые психические симптомы. Чаще всего это нарушение сна. Это может быть даже повышенная нервная возбудимость. То есть, наоборот, уровень бодрствования увеличивается у человека. Ну и, конечно, всеми художественными специальностями, особенно режиссерами, любимая штука как флэшбеки. Они на самом деле существуют, проявляются в виде насильственных воспоминаний. Вот именно они носят насильственный характер. То есть, человек не хочет, чтобы эти воспоминания приходили, а они приходят. Давайте мы сейчас прервемся, ответим на звонок телезрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню вам с тем, что обрадовалась, а вам в целом месте. Мы включили эфиры, чувствую, что я увидела вашу передачу. Вы сейчас разговариваете какого-то чисто мастерного явления в госпитале СВО. Мне кажется, что это ситуация, я просто хочу обратиться именно к женщине, который в студии. Как мне помочь? У меня он был с тяжелой челюстной мастеровой травмой. Но он только оконный звук, потому что травм он включен в 12-м году. И мы только 2 года назад оформили и выгодали в 3-й звук. Человек не работает, ни угрения, кому-то полностью нет. Сырма-соя как сложности наручная. Мы постоянно находимся на скепотропах. Мало того, он полностью подглазь не будет. То есть, ему спать подальше, а он назад. А так, то есть, у нас здесь живет один. И, естественно, я как-то странно могу изменить просто ничто. Просто я хочу вас восстановить, потому что у меня такой степени нужно это делать. Я тяжело с ним очень. И нас в садисте наставляет период на единственное все. Именно в помаду психотическую позицию в охрану на восстановление не дойдет. То есть, у нас просто включают вот это и все потрогали и все. Может, и ничего. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Татьяна Викторовна. Татьяна Викторовна, во-первых, спасибо вам за звонок, потому что очень важно вот все, что вы сейчас сказали, и оно все равно укладывается в линию нашего разговора. Ну, все, теперь я передаю слово доктору. Татьяна Викторовна, скажите мне, пожалуйста, кто вам не дает направление, в какой инстанции вам не дают направление к психиатру? Когда мы проходили в больницу и в вашей логичности, нам сразу человек полностью получил мозговой травмой. Мы обиливали в больнице не всего день. И нам сразу сказали, что у человека будет только кто-то. Он работал в свое время пока уже в состоянии здоровья, но был психо-неврологический диспансер, но, тем не менее, потом все, перестав себя контролировать, то есть не так маленький ребенок. Нужно сделать это? Да, мы поняли, да, спасибо большое. Татьяна Викторовна, мы поняли, отвечаем на ваш вопрос. Все-таки нужно самим, я полагаю, обратиться в психо-неврологический диспансер, самим к психиатру, это по ОМС, это бесплатное оказание помощи и держать на контроле. Кроме того, вы можете ходить в реабилитационный центр, он находится на Нагорной, Нагорной 66, по-моему, он самарский, областной, там очень хорошие специалисты, и там ведь не только оказание медикаментозной помощи, в принципе, медикаментозная коррекция обязательно нужна, потому что все-таки это поведенческие эмоциональные нарушения. Обязательно вам самой тоже, всей семье нужно проходить психообразование, вообще, чтобы понимать, что происходит с человеком, и как ему помочь, и как помочь себе в том числе. Обращаться в социальные службы, они тоже этим занимаются, особенно КЦСОН сейчас, комплексный центр социального обслуживания населения, их тоже обязали заниматься, но я все же рекомендую обратиться в психоневрологический диспансер по месту жительства, по месту прописки, и оформить, может быть, инвалидность по психическому заболеванию, и тогда оно уже будет далеко не третьей группы инвалидности, а возможно, даже уже второй. И это будет хорошей подспорье финансовое. Но, в общем, рекомендую в ПНД и в реабилитационный центр здоровья, он называется. Инесса Зинфировна, могу ли я воспользоваться служебным положением и попросить Татьяну Викторовну сейчас оставить свой номер телефона нашему оператору, наберите, пожалуйста, еще раз оператора, и оставьте свой номер телефона, и в случае чего в ручном режиме как-то, наверное, можно будет проконсультировать и помочь. Спасибо за вопрос. Итак, мы возвращаемся к терминам. Мы сейчас про ПТСР говорили, как это проявляется, что это такое. Ну и ведь, в принципе-то, проявления таких симптомов, они знакомы и тем, кто вернулся с афганского афганский синдром, чеченский синдром, да. И также военнослужащие, медики говорят, что испытывают кризис идентичности. Да. Тоже давайте, пожалуйста, объясним, что это такое. такое тоже, конечно, есть, потому что вот как раз та самая социальная дезадаптация, потому что человек, вернувшийся вот оттуда, не понимает, он возвращается в мир вроде бы тот же, но он уже совсем другой. И приспособиться к этому миру изумительно сложно, страшно сложно. Но сейчас еще, наверное, должна уточнить, что кризис идентичности, да, раньше он употреблялся в контексте боевых действий, сейчас он уже проникает в другие сферы, поэтому особенно молодым людям он очень-очень знаком к кризису Можно примитивно сказать, что это непонимание себя в окружающей в действительности. Что я, зачем я, что я тут делаю, для чего я существую. Вот по данным Института психиатрии и неврологии Бехтерева, у военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, распространенность ПТСР составляет от 3 до 11%, при этом у раненых психические расстройства развиваются в 30% как минимум, да? То есть те, кто был ранен, их травма всегда серьезнее? Их травма всегда серьезнее, особенно если это касается потери конечностей или потери или вот таких грубых поведенческих эмоциональных нарушений из-за... Вот контузия это другое дело, контузии мы не берем, это все-таки соматические, это органическое нарушение. Перед контузией возвращаясь, особенно все-таки поведенческие эмоциональные нарушения занимают очень большую такую касту нарушений и скажем разложения жизни человека, то есть самая дезадаптация, о которой я уже не раз говорила. И вот это страшно, потому что медикаментозно да, это корректируется, но ведь человек должен знать, что есть люди, которые готовы ему помочь. Просто нужно дойти до этих людей. Совершенно верно. И вот смотрите, ведь принимать такую помощь готовы не все, и вот уж особенно мужчины думают, что им помочь не смогут. Ну чем можно им помочь? Вот как замотивировать этих людей и вообще хорошая ли идея навязывать психологическую помощь? Тут скорее вопрос не о навязывании психологической помощи, а такой штуки психообразования. Вот психообразование, может быть, многие его недооценивают, но оно может сделать очень-очень много. Психообразование, причем не только самих участников, но и особенно их семей, и уж тем более врачей соматической клиники. То есть все должны разбираться, почему что-то происходит. хотя бы немножечко. Нужно хотя бы донести людям, что психологическая помощь, это не страшные дозы Не означает, что ты псих, да, и тебя сейчас будут колоть какими-то страшными уколами. и превратишься в овощ. В овощ, да. А там недалеко и до лоботомии. Ну нет, конечно, все это не так. У нас уже давным-давно психиатрия шагнула вперед, неврология шагнула вперед, уж тем более наконец-то психология шагнула вперед, а представления людей и предрассудки остались все в начале 20 века. Поэтому, конечно, с этим нужно работать в первую очередь. И что касается мужчин, мужчины в принципе не любят получать помощь от кого-то. Они часто думают, что им не просто не смогут помочь, а им не нужна помощь. Уж тем более бойцы, да, прошедшие горнила. Да, да, мускулинные мужчины, как мы будем обращаться за помощью. Что делать-то с ними? Тащить за за шкирку. Ну нет, конечно. Хотя бы стараться делать так, чтобы и участковые терапевты тоже им как-то намекали, что ну ничего страшного. Тоже вот такие, то ли с кем-то нужно прям пожестче разговаривать, а с кем-то помягче, чтобы они понимали, что никто их не укусит, никто клеймо не навесит. Вот про клеймо, да, наверное, вот это же важно. Люди, некоторые боятся, что придя, обратившись за психологической помощью, получат справку о психической неполноценности, не смогут устроиться на работу. Вот это все насколько соответствует действительность? Это все абсолютно не соответствует никакой не малейшей действительности. Даже если человек, минуя медицинского психолога, сразу идет к психиатру и рассказывает о своих нерешенных вопросах, ну никто не поставит еще на учет. Ну нет же. Главное не дождаться такого нарушения, когда невозможно станет жить. А к этому можно прийти? До этого, да, можно дойти. Можно. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, телефон 202-11-22, и сегодня с медицинским психологом поликлиники номер 3 НСШ Мулиной мы говорим о помощи, о психологической помощи, вернувшимся с СВО. Что она подразумевает, вот эта комплексная психологическая помощь? Участие всех инстанций. Во-первых, вот я, например, работаю на этапе скрининга, всего 4 этапа. Я работаю на этапе скрининга, когда я должна выявить хотя бы малейшие нарушения, которые могут развиться в будущем. И эту информацию, конечно, рассказать самому пациенту и направить его в другие инстанции. Если уже есть какие-то психические нарушения, которые снижают качество жизни пациента и влекут за собой дезадаптацию социальную и психическую, о которой говорили, конечно, ему хорошо бы обратиться в амбулаторную, за амбулаторной психиатрической помощью. И дальше уже психотерапевты и психиатры ведут пациента. Вот это называется уже этап диагностики. А вот, кстати, медицинские психологи в том числе проводят психологическое исследование, пишут заключение, чтобы понять, какие когнитивные функции сохранны, а какие распадаются. И что вообще происходит с психикой человека, а особенно с эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сферой. Вот это важно. Далее эти люди провели диагностику, написали, все очень прям вдоль и поперек, передали на лечение. Если это требуется, то это может быть стационар психиатрический. Если этого не требуется, это, конечно, амбулаторное наблюдение. Главное, чтобы человек был под крылом. И следующий, четвертый этап, это уже реабилитация, где работают и социальные работники, специалисты по социальной работе, и службы социальной защиты, и всевозможные реабилитационные центры, как соматические, так и психиатрические в том числе. Ну и вот здесь, наверное, уместно будет сказать, что вся такая помощь оказывается в рамках ОМС, и денег она не требует. Да, 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 верно. Вы уже сказали, что когда боец приходит, ну даже в отпуск, а уж тем более, когда возвращается совсем, то он не может понять, что изменилось. Он сам не может понять, что изменилось, но точно что-то изменилось. Вот какую роль в восстановлении психологического комфорта играют семьи? Всегда ли они помощники вам или так бывает не всегда? Так бывает не всегда, а роль они играют колоссальную. Когда человек возвращается откуда-то бы это ни было, он хочет вернуться в место, где его любят и ждут. И этот психологический комфорт должны обеспечить люди, которые его любили и ждали. И, конечно же, это семья. Вообще, я должна сказать, что чем шире у человека круг общения, чем шире у него круг интересов, чем шире у него и разветвление системы ценностей, тем легче ему будет по возвращении. Чем больше ему наувлекался и вот всем, всем, всем остальным, тем легче ему будет. И легче будет и ему, и его семье. То есть, к примеру, человек, у которого есть жена, есть, может быть, даже родители, есть большая семья, много детей, там племянники и так далее, кошки, собаки, есть дом. И вот он возвращается сюда и да, с ним что-то изменилось, но с течением времени, он успокаивается и понимает, да, такое произошло, но я сам себе могу помочь, со мной все будет хорошо, и его семья тоже его вытягивает. И человек, который ушел и возвращается в совершенно другие условия, полуразрушенный дом, нет жены, дети уже выросли и как-то уже и свои интересы растерялись, и друзья тоже куда-то делись. Вот здесь очень высока вероятность применения способов совладания со стрессом самолечения, те самые нами любимые, конечно, в кавычках, в виде психоактивных веществ, злоупотребления психоактивными веществами, причем это абсолютно не зависит от возраста. И вот это страшно. И здесь уже речь ведь идет скорее не о ПТСР, а о том, что человек вот как раз то самое нарушение идентичности. Вот смотрите, не очень, наверное, медицинский сейчас разговор у нас получается, но, наверное, вот здесь может быть важно всем нам обращать внимание на таких людей, ведь рядом с каждым может оказаться сосед, кто-то знакомый. и не только семья сможет стать поддержкой, нужно понимать, что поддержкой могут стать те, кому не все равно, правильно? Конечно, конечно. Жены сейчас говорят о том, что муж вернулся с СВО, и он вернулся другим, а родственники-то хотят сразу, они его так ждали, они хотят сразу, чтобы все было как раньше. А вообще возможно ли такое, чтобы все стало как раньше? может быть с миром, который окружает человека, да, возможно, но с самим человеком некоторые изменения уже есть. Он может философски теперь смотреть на жизнь, более того, он может пересмотреть свою систему ценностей, и тогда он будет в принципе по-другому относиться к жизни. И вот это положительные изменения. То есть есть переживания по ЦР, при котором человек, скажем, завершает вот эту вот ЦРшную деятельность с личностным ростом. И это самый малый процент среди других течений, но он есть. Поэтому по-прежнему да, может быть, может быть даже и лучше. Опять же вопрос во внутренних психических ресурсах человека и окружающих социальных ресурсах. Но ведь почти наверняка в таких семьях травмированы и сами родственники. Могут ли они получать помощь психологическую? Нужно ли им ее получать? И что вообще делать родственникам? Конечно. Вот, кстати, чаще ко мне как раз и приходят родственники. Жены, наверное, больше или мамы? Жены, мамы очень даже и даже бабушки тоже приходят. Правда? Да. То есть конечно они переживают и конечно у них тоже все-таки психическая травма все-таки есть. И с ней мы тоже конечно работаем. И за этим тоже нужно следить. И тоже держать руку на пульсе. Главное, что вот все-таки гендерные различия в необходимости получения психологической помощи все-таки есть. Женщины идут за ней охотнее нежели мужчины. И поэтому конечно чаще встречаются не сыновья а жены и матери которые пришли пополеть рассказать и спросить а чего же мне ждать и что мне с собой делать. И вот для них доктор в шутку сказала что за шкирку тащить к психологу. Сейчас очень много частно практикующих психологов. Причем не обязательно с медицинским каким-то классическим образованием. Сейчас есть масса краткосрочных курсов полгода и ты психолог. Скажите вот все-таки порекомендовать не опасно ли обращаться к таким специалистам людям которые пережили действительно серьезный травмирующий опыт. Это не только им. Сейчас допростят меня психологи. С моей стороны да я думаю что опасения некоторые все-таки нужны. Вот просто мы сейчас да о серьезных опасениях говорим. Не о том что они вот там самозванцы. Конечно потому что во-первых именно клинический психолог медицинский психолог психолог даже наверное с социальным образованием с гуманитарным педагогическим наверное в общем есть медицинские психологи и есть те которые закончили не медицинский университет но они все-таки психологи они магистры они получили это образование если он хорошо учился в университете то он как минимум должен знать что вот здесь еще моя компетенция а вот здесь уже нет и я в нее не лезу и я уже отдаю психиатру вот в чем большая разница определить когда я уже не могу помочь и где уже нужна плодотворная почва хотя бы для моей помощи да и все-таки все-таки в той теме о которой мы говорили сегодня на мой взгляд совершенно необходима у специалистов медицинское образование потому что не о шутках уже речь идет да и самое наверное важное что сегодня мы хотели донести это то что за психологической помощью обращаться не стыдно и не бесполезно мы с доктором благодарим зрителей которые были с нами эти полчаса увидимся с вами ровно через неделю благодарю вас до свидания до свидания Редактор субтитров А.Семкин